Всем привет! С вами Дмитрий Побединский. Рад приветствовать вас на своем канале. Это видео нового формата «Физика за минуту». Сейчас сами все поймете. Поехали! Вы никогда не задумывались, почему самый распространенный типографский формат А4 имеет такие странные размеры? 21 на 29,7 сантиметра. Откуда такие нецелые значения? Что это? Хитрый расчет или банальная случайность? Оказывается, во всем виновата метрическая система. Дело в том, что международный формат бумаги подразумевает серию размеров А0, А1, А2, А3 и так далее. Если мы возьмем самый больший А0, разрежем его ровно пополам, получится А1. Ну и остальные форматы также получаются разрезанием большего ровно пополам. И внимание! Для стандартизации площадь формата А0 была принята равной ровно одному квадратному метру. Осталось выбрать только лишь пропорции, соотношение сторон. И если мы возьмем приятные для человеческого глаза пропорции 3 к 2 или 4 к 3, то при разрезании пополам они не будут сохраняться. То есть последующие копии не будут похожи друг на друга. Однако это очень удобно, чтобы разные размеры имели одинаковые пропорции. И чтобы они не менялись, необходимо взять соотношение сторон 1 к корню из 2. Тогда для формата А0, площадью 1 квадратный метр, длины сторон будут примерно 84 и 112 сантиметров. Если мы разрежем его пополам, то получится лист А1 с тем же соотношением сторон. Ну и так далее, так далее, так далее. Таким образом мы доберемся до всех форматов, в том числе и А4, с его непонятными, на первый взгляд, размерами. Но помните, что все начиналось просто с единицы. Кстати, и тут американцы отличились. Они же ведь не используют метрическую систему, и бумага у них другого размера. На А4 больше всего похож letter, и история его возникновения уходит просто в века. Есть и другие форматы, однако они не являются производным от чего-то одного. И все имеют разные пропорции. Так что, думаю, американские типографы просто жутко завидуют европейским. А на этом все. Напишите в комментариях, понравилось ли вам. И вообще, что вы думаете по поводу таких коротеньких видео под общим названием «Физика за минуту». В них я буду рассказывать какие-то интересные факты, связанные с физикой, математикой, метрической системой. Конечно же, это не отменяет выпусков моего основного формата. Уже готовится видео очень крутое про инопланетные послания. Так что эти коротенькие видео будут просто в дополнение, в качестве такого бонуса. Жду ваших комментариев. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующее видео. И спасибо за просмотр.